Микашевецкий спецжалезобетон. Тут размешана одинная у Беларуси линия по вытворчести дробно-штучных будовничьих выработков. На высоковытворшем немецким обсталявании с целком айчины и сыровины выработают тротуарные и дорожные бордюры. У будовничьи сезон такие товары разыходятся, как гарачи пирожки. Только тротуарного бордюра с мясового конвейера сыходят до 7 тысяч штук в день. Дякуючи такой запотребованности, набытая за уластные сродки линия окупила себе у три раза худше, чем прогнозовалась. Линия очень высокопроизводительная. Продукция производится полностью из отечественного сырья. Она малоэнергозатратная, она очень экономная и на ней очень высокая производительность. Производительность на выработку на одного человека в долларах США превышает 60 тысяч долларов. Як грамотная и своечасовая модернизация може поднять рентабельность у небачной и повытворчости тротуарной плитки. С десяток я ей наимене, так само вырабляется на импортном обсталявании. Продукция сёня корыстаецца попытам по усёй краине. Только у Брест на период дни свята тысяча годя было отправлено пять вагонов каляровой в уличной аздобы. А вось распачатая у 2006 годя республиканская программа импортозамящения пожаданных вынеков пакуль не принесла. Айчыная железобетонная труба навы с дадатком у выглядя внутреннего пластикового покрытия, не вытрымливая конкуренции с китайскими пластиковыми трубами. Такое производство в республике налажено не было. Это было как альтернатива трубам с пластиковым покрытием, которые довольно дорогие. И наша труба вышла в два с половиной примерно раза дешевле. Не скажем, что очень активно, но заказы присутствуют. В российском рынке в большей степени, чем на рынках Беларуси, к сожалению. Изменить ситуацию, повернувшую свой бок айчыных и будууника керавництва завода, с пробой и проспромой супросовництва с белорусскими проектными установами. А вось уже наладженное супросовництво с Россией привело до створения целой сетки дыльерских пунктов. Отповедная есть и украинах Балты. Не обмежеваться выключно у сходним, а спробовать силы на новых заходних рынках. Такой политики притремливаются сегодня на предприемстве. Татьяна Будухусаима, Владислав Бондар, Александр Дьяченко, Телерадио Компания, Брест.